Переписали Слово Божье. В Германии вышла в свет новая интерпретация Библии с поправкой на гендерное равноправие. После радикальной редакции среди апостолов впервые появились женщины, а вопрос целомудренности Девы Марии теперь оставлен на усмотрение верующих. Новое священное писание перелистал корреспондент Артебяй в Германии Константин Гальденсвайк. Когда Лютер в Германии затеивал реформацию, он вряд ли представлял, как далеко эти реформы зайдут 500 лет спустя. Юбилейный год Евангелическая церковь встречает с новой редакцией Библии. Ее текст, уверяют теологи, переведен заново сообразно эпохи. Либеральный подход, современный язык, уважение к евреям и абсолютное равноправие полов. Смотрите, в послании римлянам в старом переводе читаем «Приветствуйте Андроника и Юниса, сродников моих», а в новом «Приветствуйте Юнию». Все однозначно этим апостолом, оказывается, была женщина. Так мужчинам в списке первых учеников Христа пришлось потесниться. Апостол Павел теперь тоже обращается не к братьям, а к братьям и сестрам. И даже Дева Мария по новой трактовке не приимет и родит сына в очреве, а просто забеременеет. Мы оставляем читателю право выбрать удобное для него толкование. Изначально, по словам «дева» имелась в виду просто молодая женщина, девица. И только в Евангелиях от Матфея и Луки речь зашла о том, что Мария была девственницей, то есть не знала любви мужчины. Мол, сила Божья была могущественной законом биологии. Еще полвека назад, признается Габриэла Арнольд, ее карьера была бы невозможна, чтобы прелатом, то есть епископом Евангелической церкви, назначили женщину. Теперь, когда священнослужительницы у немецкого алтаря стали нормой, они требуют гендерного равенства всюду и в священном писании. В новом перевозе отредактировано 40% текста Библии. Правда, ученые и богословы утверждают, что наоборот, лишь приблизились к его первоисточникам, избавившись от средневековых догм и добавлений, а заодно обзаведясь современными технологиями. Молиться в храме теперь можно и с привычной книгой, и с гаджетом. Это средневековая Библия Лютера, а это 2017 год. На каждый раздел священного писания я могу кликнуть, включив в храме Wi-Fi. Свою обновленную Библию выпустили и католики. Изменения почти те же, но отношения к самой книге консервативнее. Священники в протестантских приходах готовы по-новому трактовать даже самые неудобные темы, например, однополые семьи. Для Ватикана это по-прежнему табу. Библия возникла все же в определенном историческом контексте, когда представления о семье были не теми, которыми руководствуемся мы. Так что сексуальная мораль и в новом тексте будет католической. Она новой интерпретации не подлежит? Боюсь, что нет. Впрочем, даже такая Библия у самых правоверных прихожан вызвала бурную реакцию. Наиболее набожные из них призывают в сети бойкотировать новые издания. Возмущенные письма будут. Уже сейчас иные негодуют. Караул? Что за гендерная Библия? И лишь от того, что апостол Павел обращается не к неким братьям, а к мужчинам и женщинам. Но, по-моему, это здорово. Значит, в Священном Писании речь не только обо мне, но, к примеру, и о моей жене. Мы все сделали верно. Подтверждение 160 тысяч книг, раскупленных за первые недели. И это в трудные для Церкви времена, когда паства только уходит. В стремлении ее вернуть хороши оказались все средства. У протестантов на обложке новой молодежной Библии вместо креста отныне звезды немецкого москульта. Мне было важно, чтобы такую Библию со мной на обложке хотелось купить молодым, которые прежде себе говорили, нам эта книжка не особо интересна. Рекламы Священного Писания, или себя на его фоне, помимо дизайнера Харальда Глёклера, теперь занимаются киноактеры, певцы и футболисты Германии. Словом, братья и сестры. Кульминация намечается в октябре, когда протестанты Европы отпразднуют 500-ю годовщину реформации.